Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Номер 230, события дня, Исайя 8.10 Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. За 29 июля 2016 года. Далее сами смотрите. Тормозните и просчитайте, кому это нужно. Это вот кто инициировал Роспотребнадзор на нас, натравил. Роспотребнадзор на нас. Поступило по СМС сообщение, что Путин Владимир снял с должности Рогожкина. Или как его? По чьему предписанию были у нас проверки Роспотребнадзора. Что такое Роспотребнадзор? Я не знаю, но тут попросил посмотреть, что это за организация. Будто бы 120 тысяч там набрали их. 120 тысяч. Если только по 1 тысяче им платить в месяц, то это уже 120 миллионов. А если по 10 миллионов, миллиард 200. То есть, куда это заглядывает-то? Какие громадные деньги? А чем они будут заниматься, когда лагеря уничтожены? Расформировать или что-то другое? Вот это надо вопросы как-то решить. Так ли это мне скинули, что Рогожкин участник был? Я им говорил, вы не прикасайтесь к нам. Мы под особым попечением Божиим. Вы будете все незринуты. Михаил Кальмаев. Мир вам, Игнат Тихонович. В день суда, когда молился и просил Господа о вас, о благере Стане, у меня было какое-то спокойствие на сердце и тихая радость о вас. Это мне было удивительно. Ведь идет суд. Нападают и злобятся эти люди. А тут мир в душе, на сердце. Я понял, беспокоиться. Беспокоиться. Не о чем. Бог устроит все так, как надо. И не оставит на растерзание этим посланникам сатаны. Вот как. И будет не так, как они хотят и желают. Хотят, наверное, может быть, и желают. Богу нашему слава. Аллилуйя. Вот Аллилуйя пишется через ней без и кратки. И посмотрите, в Библии написано. Юрий Соболев. Аллилуйя. Слава Христу. Скоро мне будет доступен хороший интернет. И наконец-то посмотрю ролики июля месяца. Духовная же работа идет и тут. Вас вспоминаем с вопросами по Библии и практикой христианской жизни по многу раз на дню. Крепко молитвенно обнимаю, дорогой Игнат Игорь Тихоныч. Поклон вам от всех нас. Храни Господь. Татьяна Тимофеева. По всей вероятности, Татьяна это мать от мальчиков, которые у меня здесь. Вот почему из-за их норм дети должны были пострадать. Убегать куда-то в ночи и прятаться. Мы детей отправляли, осознавая куда и в какие условия они едут. Подписывали соглашение. Все ведь есть документы. Все. Правильно говорит Татьяна. Спасибо, что не позволили забрать их в больницу или куда-то там они хотели их забрать. А то потом пришлось бы от стресса детей лечить у психологов. Роспотребнадзор действует по поговорке. Хотели как лучше, получилось как всегда. То есть худо. Надеюсь, у детей в памяти останутся только хорошие воспоминания об этой поездке. Ну что сказать, Татьяна. Ты права. В каждом слове. Мы что могли сделали. Это уральские. Они остались они. И сегодня вечером они выезжают. Билеты заранее были взяты на это число. Последнее время здесь они в малом количестве на дому. Они буквально везде успевают побыть. То на ягоды их водим, то они тут на огороде помогают, то еще. Но купаться не купались. Каждый день идут грозы и вода похолодала. Тут они приедут, все это расскажут. На свободное время тут они качаются качели. Там четыре тарзанки. Это все будет показано. Вы увидите. Ваши дети в безопасности. У ваших детей все в порядке. Надежда Васильевна им готовит. У нее они обитают. А все находятся в гостинице. В нашей гостинице. Вместе со своим воспитателем Владимиром Юрьевичем Галендухиным. Василий Гедуев, кажется, священник. Господь не без милости, рада за вас. Надежда Тишли. Слава Иисусу Христу. Вот что Бог делает. Юрий Соболев. Мир вам, Игорь Тихонович? Не знаю. Так как не имею возможности смотреть новые ролики, освещали ли вы уже ответ Осипова Алексея Ильича Богословской комиссии. Мне его текст понравился. Было бы интересно узнать ваше мнение. Ничего этого я не могу сейчас сделать. Потом, когда-нибудь. Тут за каждую минуту высчитывают. Какие события? Гроза. Такой молнии гром. Каждый день. Удивительно. Не было такого года. Скользь от травы она вся прорастет, пожухнет, лежит. День один стоял вроде бы ничего. Дым только вокруг. Волки только успели собрать. Дождь вчера все промощило. Ой-ой-ой, как уязвим труженик сельского хозяйства. Это то, что за день было. А утром что уже на этот день? Вечером вчера. Ну, именно в этот день. Молния ударила где-то, видимо, и все оторвало или что. И прекратился. Света не было всю ночь. И утром не было. Поэтому так поздно выхожу. Выхожу в 4, ну в 5, к 5 ближе, пол пятого. А сейчас уже 9 час. Вот то, что можно было сказать. Теперь покажу еще раз на наш ресурс. Вот, посмотрите. Кто желает больше знать. Вот это наш видеоканал. Вот сегодня я выставил 10 роликов. 10. По 18 минут. 15. Эти 10. То есть, ну очень много. 10 роликов. Вот тут уже на любом месте всегда радуйтесь. Дети. Уже 7 просмотров. Быть всегда свободным рабом любящего нас Иисуса. 8 просмотров за 26 минут. Ну это для нас, это уже хорошее посещение. События дня. Ну с опозданием с большим через неделю идет там. Число было такое. Это больше 10 дней уже прошло. События дня. Вот. Посетили. Не видно сколько. 13 человек. Вот тут все, что можно было показать. Вот это наш листок или как его назвать. Это сам не знаю все это. Мой мир. Когда-то был он непревзойденный. Теперь все это отняли из-за пакости людей. Или из-за того, что государство тоже там контроль держит. А одним щелчком можно было отправлять на 10 тысяч. До 5 тысяч знаков. 12 фотографий. Вообще. Шикарный был. А сейчас все это урезано. И по одному приходится выискивать, показывать. Но листик не открывается. Оно накручивает. Пока выйдет. Ну и мой православный форум. Вот он какой. Заходите на него. Пишите сами. А то мне с контактов, с одноклассников, в твиттере, в фейсбуке разные. Живой журнал у нас есть. То есть у меня все эти открытыли. Но работают модераторы и администрации. Я нигде не бываю, кроме вот на своем форуме, на своем листке и на своем ютубе. И заглядываю иногда на свой свет во свете Библии, библейский православный сайт. Он очень богатый. Просто удивительно богат. Вот он как выглядит. Ну и самое главное, ценное, как я считаю, это ответ на 4124 вопроса. 55 тем. Я их так разбил сам. Вот основное это все понятно. Больше ничего нет. Благодарю Бога.